Музыка Нам очень часто действительно понятнее мыслить какими-то сравнениями. И как сейчас мы слышали, можно оказывается дома мерять и церквями, и футбольными полями. Но как-то вот живо мы представляем себе быстренько какие-то размеры. Или вот даже читая Слово Божие, вы, конечно же, обращали внимание на тем, что очень часто и в притчах в том числе сравниваются, например, два человека. Сравниваются, например, каких-то два здания или два подхода к какому-то делу. Один строит так, другой строит так. И нам так проще ориентироваться, сравнивая какие-то вещи. А вот когда мы начинаем сравнивать духовное и физическое, когда мы начинаем сравнивать, например, форму и содержание, как тогда у нас вот внутри, что тогда происходит, какие мы выводы делаем, что для нас в приоритете, о чем больше бы мы хотели позаботиться, о чем-то внешнем или о чем-то внутреннем. Вот тут начинается самая большая проблема и самая большая дилемма в человеке. Потому что, рассуждая об этом, мы понимаем, что правильный ответ – это позаботиться о внутреннем духовном невидимом. А вот жизнь наша устроена таким образом, что нам очень сильно хочется, чтобы вот внешне у нас тоже все было хорошо. Чтобы мы выглядели хорошо, чтобы мы выглядели достойно в глазах других людей, чтобы вот к нам не было вообще никаких претензий. Если эти вдруг претензии как-то возникают у каких-то людей, мы слышим, что что-то происходит за нашей спиной, там какие-то новости появились, какие-то сплетни неправдивые, то мы очень быстро стараемся решить эти проблемы, очень быстро стараемся отреагировать как-то на них. Почему? Потому что нам хочется, чтобы мы снаружи, то, какими нас видят люди, чтобы мы выглядели хорошо. И мы не чувствуем, что в этом есть что-то плохое. Но тем не менее, когда вот мы проживаем свою жизнь, постоянно встает этот выбор – духовного, внутреннего или внешнего, физического. Представьте себе, например, такую ситуацию, когда, может быть, вы ездили на машине где-то в очень каких-то грязных условиях, там в полях каких-то, где грязь, дождь прошел, машина грязная как снаружи, так и изнутри. И вот вы приехали уже, вернулись в город, у вас не так много времени, и вы понимаете, что машину надо мыть, но подъехали на мойку, и вот вы понимаете, что ситуация такая, что финансовыми вы располагаете ровно настолько, что вы можете помыть машину либо снаружи, либо только внутри. Какое решение вы примете? Где вы будете мыть машину? Внутри или снаружи? Снаружи представляется как-то более вот, наверное, таким, вот как-то люди будут видеть, что ты на чистой машине едешь и не подумают о тебе ничего, что ты там ныряшливый или запустил, вот как-то вот тебе все равно. Но ты-то едешь внутри, и тебе-то хочется находиться в чистоте и в комфорте. А вдруг еще кто-то сядет из твоих друзей и попросит, чтобы ты подвез его куда-то, и он увидит, что у тебя внутри очень грязно, ты сам себя как-то не уважаешь вроде бы. Это такие простые примеры, а я думаю, что тут бы мы какое-то решение принимали бы тоже в зависимости от людей. Вот сядет ко мне кто-то или он посмотрит на меня снаружи? Либо какие-то еще другие бы включали рычаги, но мы бы думали всегда, сравнивали, сопоставляли и пытались бы ответить себе на этот вопрос. Когда я думал над этой темой, несколько текстов, таких вот библейских текстов, вот боролись между собой, кто из них станет главным в сегодняшней проповеди. И вот один текст, всем вам известный текст, известная такая история, она победила. Я хотел бы, чтобы мы с вами вместе прочитали и от этой истории оттолкнулись, потому что Библия очень четко и очень ярко показывает нам о том, что нам придется выбирать между духовным, между физическим, придется выбирать между внутренностью и внешностью, и придется выбирать между нашими отношениями к Богу и нашими отношениями к себе и к людям, которые нас окружают. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. И фарисей, встав, молился в сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь». Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Чем этот текст для меня особенно уникален, и почему я вам сказал о том, что он победил другие тексты еще, которые мы будем читать с вами вместе. Потому что я хочу подчеркнуть в наших сегодняшних размышлениях, в моей проповеди, одну очень яркую такую, яркое, четкое такое правило, которое будет работать всегда в нашей жизни. Для того, чтобы определить, на каком духовном уровне я сегодня нахожусь, что для меня сегодня важнее, внутреннее или внешнее, больше я смотрю на Бога или на людей, меня заботит больше реакция Бога и мнение Бога обо мне, либо окружающих. Есть один такой четкий индикатор. Этим индикатором является молитва. Два человека зашли в храм помолиться. Мы каждый день с вами молимся. Мы каждый раз при каких-то событиях в жизни, то ли это простой завтрак или ужин, либо это какие-то серьезные события. Мы обращаемся к Богу в молитве. Друзья мои, именно молитва, обратите внимание на нашу молитву, на свою молитву, именно молитва подскажет нам, что у нас сегодня в приоритете. Стараемся ли мы быть яркими и красивыми и соблюдать свою внешность? И этот человек, который зашел в храм помолиться, он именно это подчеркивал. Господи, посмотри, насколько я хорош. Он подчеркивал свою такую вот внешность. Я делаю это, делаю другое. Я отдаю десятую часть. Я веду вот такой вот образ жизни, достаточно религиозный. Посмотри, Господи. И я не могу упрекнуть этого человека абсолютно ни в чем. Потому что он лучше меня. Я не отдаю Богу десятую часть от всего, что у меня есть. И я не пощусь так часто, как этот человек. Но, тем не менее, Слово Божие говорит нам о том, что в этом человеке вот что-то не то. И молитва как раз очень сильно выдает вот его рвение, его старания и то, что, собственно говоря, у него находится в приоритете. О чем мы молимся, о чем мы думаем и что мы ставим перед Богом вот на вид. Как бы свою защиту. И потом мы читаем другие тексты Священного Писания. И еще и еще встречаем, опять-таки встречаемся с хорошими людьми, которые могли бы быть достойным примером для других, но, тем не менее, почему-то Слово Божие в каком-то отрицательном таком контексте преподносит нам достижения вот этих людей. Итак, представьте себе человека, у которого есть сын, и у него сын женится. Это большой пир, большой праздник, и он начинает звать людей. И, конечно, он зовет всех людей, сначала начинает, наверное, с самых важных людей, которых бы он хотел почтить, может быть, даже именной пригласительной вот на это торжество. И в процессе приглашения вдруг получается так, что людей, желающих прийти на этот брачный пир, все меньше и меньше и меньше. И потом доходит до того, что он говорит, идите по всем слугам своим, идите по всем изгородям, по дорогам, там, кого вы встретите на улице, всех завителен этот брачный пир. И вот интересно, что на этом брачном пире позаботились обо всем, о кушаниях, о месте, и даже об одежде. Потому что все люди, которые приходят, они все приходят в разной одежде. А кого можно на улице пригласить? Ну, явно людей некрасиво одетых. Правда? И вот эти люди приходят, они переодеваются в брачную одежду. Для того, чтобы все выглядели одинаково, для того, чтобы кто-то не выглядел более богатым, кто-то более бедно одетым. Даже до сегодняшнего момента у нас существуют так называемые дресс-коды, когда люди собираются на какие-то мероприятия, то стараются, чтобы они выглядели одинаково, чтобы не было чувства дискомфорта у кого-то. С этой же целью, наверное, введена и в школах это одинаковая одежда, школьная форма, для того, чтобы дети не чувствовали себя дискомфортно. И вот на фоне всех людей, которые были в брачной одежде, пришел один человек, который был в своей одежде. И не было бы никаких проблем, только вот Слово Божие говорит нам о том, что царь очень обратил внимание сразу же и спрашивает его, друг, как ты сюда попал в небрачной одежде? И Слово Божие нам говорит о том, что мы очень часто похожи на людей, которые пытаются именно таким вот образом, благодаря своей одежде, благодаря своей, может быть, красивой, дорогой, и, может быть, она и выглядела лучше даже одежда, чем та, которая была предоставлена вот царем, распорядителем этого пира. Но это моя одежда. И я со своей одеждой пытаюсь попасть в Царствие Небесное, со своей праведностью, со своими заслугами, со своими достижениями. И вот, оказывается, в чем самая большая проблема нашего вот этого сравнения, когда я начинаю выбирать между духовным и физическим, то я очень часто вот эту свою одежду, свою праведность, свои достижения, и я ставлю как бы вот то, что видят люди, я начинаю засчитывать себе за какие-то духовные победы, за какие-то духовные достижения. А Слово Божие говорит, что на самом деле ни один человек не может пройти со своей одеждой, со своей праведностью, не может попасть в рай. В принципе, человек на это не способен. И если у человека есть такие вот желания, стремления, чтобы со своей одеждой попасть, со своими делами попасть, то он просто обречен. Он обречен на крах в своей вере. Не получится так у человека ничего. И Слово Божие предоставляет нам такое четкое понимание того, что оказывается вот наша молитва, которая является индикатором своего рода, о чем мы молимся, о чем мы думаем, она тоже может иметь особую форму и особое содержание. Как мы молимся, как мы мыслим, как мы думаем, как мы просим у Бога. И у людей, конечно же, есть такие крайности большие. Крайности заключаются в том, что люди очень часто вообще молятся только когда, когда нужно. И молятся ровно столько, сколько им нужно. И тут раз, и молитва превращается из общения с Богом просто в какой-то телефонный звонок скорой помощи или пожарной машины. Я буквально недавно просто видел такой смешной ролик, который говорит о том, насколько, как люди вообще относятся к молитве. Человек приезжает просто на стоянку, и на этой стоянке абсолютно нет места. И как только появилось какое-то место, он только тронулся, хотел туда заехать. Другой человек быстренько заехал. Ну, этот вот просто вот разочарован. Говорит, Господи, ну почему я не могу даже место на стоянке найти? Господи, дай мне это место. Ну, хочешь, я в церковь даже начну ходить. Ну, хочешь, я добрые дела буду делать. Ну, почему я такой невезучий в жизни? Ну, Господи, хочешь, я даже воровать перестану. Вот тяжело мне будет как-то пожить, но я перестану, Господи. Вот хочешь, даже жене изменять перестану. Вот все, что ты хочешь, ну дай мне место. И когда он говорит это, вдруг машина прямо возле него просто выезжает и освобождает место. И он говорит, Господи, спасибо, я нашел. Уже не надо. И вот молитва, которая является индикатором, что для тебя молитва? Вот внешнее, которое действует на твои слова, внешнее, которое действует на твоего внутреннего человека, оно побуждает молитву. У нас снаружи проблема, у нас снаружи есть какая-то болезнь, которых в мире ну просто тьма. Наверное, ни одного здорового человека нет. Даже если к врачам не ходишь, все равно чувствуешь, что что-то не так. И вот это внешнее, оно побуждает вот что-то у нас изнутри. Мы начинаем говорить что-то Богу, изливать Ему душу. И вот стало легко, или Бог решил эту проблему, или стало тебе легче. Как тогда меняется мое сознание? Господи, уже не надо? Или все-таки, Господи, благодарю Тебя? Библия раскрывает нам эти крайности, и мы с вами прекрасно знаем очень много таких примеров, когда люди так относятся к молитве, либо другая крайность, когда люди думают о том, что очень важна молитва, но вот я хочу, чтобы очень святой человек за меня помолился, либо в очень святом месте это сделать, либо еще лучше пойти на то место, где точно присутствует Бог, написать это на бумажке и туда поставить. Ну там Бог есть, и уж точно мои слова будут услышаны. И очень много людей просто фанатеют тем, чтобы попасть в какое-то место, прикоснуться к какому-то месту, вот там вот помолиться, и там точно будет услышана моя молитва. Прикоснуться к тому месту, где рука Иисуса была, когда Он под тяжестью креста упал и прикоснулся, да, и все люди туда едут со всего мира, хотят тоже прикоснуться туда. Хотя на самом деле это место, может быть, и 50 метров в сторону, и 20 метров вглубь осталось там, где оно было на самом деле. Но вот это внешнее и это физическое, оно всегда почему-то давит на наше духовное. И вдруг, в какой-то момент времени, если мы потеряем контроль над этим, вот это внешнее физическое, оно станет просто главным. Оно станет просто основополагающим. И насколько это внешнее, оно влияет на нас. Другие же люди, наоборот, ударяются в другую крайность и говорят, а зачем вообще молиться, если Бог знает все? И вот опять молитва является таким индикатором. Зачем молиться, если Бог знает все? Если Он знает наши мысли, если Он знает наши желания, если Он знает наше будущее, зачем молиться? Из крайности в крайности люди переходят, и все это происходит под воздействием того, что наше внешнее, наше желание чего-то внешнего, оно влияет на нашего внутреннего человека, насколько мы держим все под контролем. Это же Евангелие от Луки. Я открою немножко назад, это будет 11 глава с 5 стиха. Здесь записана такая интересная притча. И сказал им, Евангелие от Луки 11.5, и сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам». Интересный пример молитвы. Ситуация не из легких. Вы лежите уже на постели, пришла ночь, двери заперты, и вдруг стучится ваш друг и говорит, «Одолжи мне три хлеба, потому что ко мне пришел человек, мне нечего ему угостить. Но я не могу тебя одолжить, уже все заперто, мы все лежим, тихонько разговариваем, дети спят. Если проснуться, никто не выспится, сейчас плачь и крик начнется, пожалуйста, не трогай». И если по дружбе не даст, то даст по неотступности, потому что этот, который стоит изнутри, ему точно без хлеба возвращаться нельзя. Он точно будет просить и проще будет отдать этому человеку просто, чтобы он не докучал, не надоедал и сейчас точно разбудит. Еще проще дать ему хлеб, пусть он уходит, потому что разбудит все равно детей по неотступности своей. И вот люди, читая эти слова Священного Писания, думают, «А чему же учит меня эта притча? Как же мне надо молиться? Как мне нужно обращаться к Богу? А может быть, вот он секрет. Может быть, нужно просто постоянно просить у Бога и по неотступности Бог даст? Может быть, нужно с утра, начиная вставать и говорить Богу, четко, понятно, ясно, много раз повторяя и это делать до вечера. «Мерседес, мерседес, 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 мерседес». Ну там, или у кого какие желания есть. Может быть, по неотступности, и мы таким сам, таким вот образом начинаем превращать Бога в какого-то такого царя, который просто сидит и которому нужно надоедать. может быть, который дает просто, ну вот уже, вот надоели уже молитвы этого человека, на, дам ему, чтобы уже не трогал. Но нет, совершенно не так. Но очень многие люди ведут себя именно таким образом и опять-таки, когда внешнее давлеет над человеком больше, чем внутреннее его процветает. и таким образом человек начинает относиться в молитве к Богу, он таким образом начинает строить себя в голове вот такие вот отношения с Богом. Мы читаем еще вот Евангелие от Луки, опять-таки возвращаемся к нашей 18 главе, но только немножко раньше, с первого стиха здесь записаны вот такие слова. «Сказал им также притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, в том же городе была одна вдова, и она, проходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу его, чтобы она не приходила более докучать мне». Итак, очень похожая притча и очень похожий такой настрой. Есть бедная вдова и есть судья, который Бога не боится, людей не стыдится, она к нему приходит. Она приходит, просит, 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 ничего не делается, потому что это вдова, денег у нее нет, положения в обществе у нее нет, но тем не менее она приходит, ему и надоедает. И вот он однажды сказал, что чтобы она больше не приходила ко мне, чтобы она больше не докучала мне, то я ей дам что-то. Чему учит эта притча? Опять-таки, неужели ситуация в жизни нашей такая, что у Бога нужно что-то просить, что-то конючить, что-то выпрашивать, как-то ему надоедать, и в надежде, что когда-то я надоем, Бог это что-то даст. Ну, конечно же, нет. Потому что у молитвы, у этого нашего индикатора есть очень четкое такое свойство. Это свойство, в которое с помощью молитвы мы общаемся с Богом. И когда мы молимся, когда мы включаем нашего вот духовного человека, когда мы по-особенному пытаемся поговорить с Богом, то нам нужно прежде всего послушать своего духовного, что ему покушать сегодня хочется, как он расти хочет, и что Бог говорит ему. И в начале этой притчи сказано, сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Молиться и не унывать. Вот о чем эта притча. А не унывать, это вот, знаете, когда человек унывает, когда у него плохое настроение случается в жизни, когда он не знает, что будет дальше. Так вот, не унывать может только тот, человек, который доверяет, который уверен в том, что у него будет дальше. И вот эта молитва о том, что надо не унывать. И через молитву, через какие-то ситуации в нашей жизни, Бог неизменно возвращает, взращивает нашу веру, нашего внутреннего духовного человека. Отвечая или не отвечая на наши молитвы, продлевая время ответа, оттягивая его, или медля с ответом, Бог нас воспитывает, нашего внутреннего человека. И если мы неправильно понимаем эти все вещи, то тогда наш внешний человек будет обижаться, наш внешний человек будет становиться раздражительным, наше физическое, и вот это внутреннее, с ним непонятно, что будет происходить. Потому что мы неправильно реагируем на некоторые вещи, и особенно сильно это проявляется в нашей молитве к Богу. Большой и очень сильный такой индикатор. А понимать эти притчи нужно очень просто. Есть такое выражение, афротеория, оно звучит, это слово обозначает, но тем более, или подавно, когда есть ряд притч, в которых есть такое сравнение, опять-таки мы говорим о сравнении. Когда если вот это, то подавно вот это. если Бог маленьких воробьев кормит, то позаботится и о людях. И если вот этот судья неправедный, который Бога не боится, и то это вдове ответил, то тем более Бог ответит вам. Это такое сравнение, это такая игра сравнений, когда мы сравниваем какую-то легкую жизненную ситуацию с каким-то важным, серьезным, духовным, внутренним. И описывая вот таких вот притчах, слово Божие говорит, что если вот так вот в жизни происходит, то тем более с Богом будет происходить по-другому. И если неправедные поступают, то Бог, который не является таким, то Он тем более даст вам. И дает нам опять-таки надежду и упование для нашего внутреннего человека, для того, чтобы наш внутренний человек обогащался, для того, чтобы мы учились доверять Богу, для того, чтобы мы не унывали, для того, чтобы мы имели эту надежду. И таким образом получается, что вне зависимости от того, ответил мне Бог на эту молитву, либо не ответил, мой внутренний человек все равно возрастает в вере. Вне зависимости от того, Бог ответил сию секунду мне, или перенес ответ еще через 40 лет, только мне ответил, вне зависимости от этого, мой внутренний человек все равно становится более доверительным Богу, он все ближе и ближе к Богу приближается. Вне зависимости от того, как бы не поворачивались события в моей жизни, как бы внешне, какие бы болезни на меня не давили, какие бы внешние раздражители не были, все равно мой внутренний человек закаляется и становится еще ближе к Богу. И при этом молитва наша, она звучит так, как этого хочет слышать Бог, она достойна, эта молитва. И мы тогда не становимся какими-то попрошайками у Бога, но мы в скромности, в достоинстве мы просим у Бога, Господи, если будет на то воля Твоя, то дай мне. И мы не будем становиться такими людьми, которые с утра до ночи, как непослушные дети, которые захотели там какую-то игрушку, твердят постоянно, дай, 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 и дай мне вот это. Поверьте, есть очень много христиан, которые делают именно таким образом. И если Слово Божие говорит стучите и отворят вам, то наша молитва, наш стук будет похож просто на какой-то стук вежливости, чем на какое-то постоянное тарабание такое по дверям, знаете, тарабань пока не откроют. И это разные совершенно виды молитвы, и эта молитва является индикатором нашего внутреннего духовного состояния. Какие мы сегодня перед Богом, и что наполняет нас, такая и будет наша молитва, такое и будет наше предстояние пред Богом. Стучим ли мы, чтобы нам отворили со всей силы и ногами, и руками, и абсолютно не соблюдая никакого такта, никакой вежливости, либо мы обратились к Господу и ждем, и наблюдаем. И мы смотрим, как Бог поведет дальше, и что будет происходить. Этому надо учиться. И в Библии мы видим очень много примеров таких, когда Бог отвечает и сию секунду человеку. Нам очень приятно, конечно же, когда Бог отвечает нам здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас Бог, чтобы нам ответил. Это вот лучше всего. Это бы нам хотелось вот просто каждый раз и каждый день. Мы когда-то в далеком 1992-м затертом каком-то году поехали с молодежью на Майовку. И была, естественно, на Майовку очень пасмурная и плохая погода. И вот-вот уже должен был идти дождь. И, конечно же, мы все вместе встали, и Михаил Николаевич наконечный тогда совершил молитву к Господи. Пошли нам, пожалуйста, хорошую погоду, для этого хорошего времяпрепровождения. И вот так вот было солнце. Вот ровно вот так вот, где мы находились в молодежи. Играли в футбол, жарили шашлыки, общались, пели песни. Было такое хорошее христианское общение. Вот это нам нравится. Правда? Когда везде идет дождь, а тут вот нету дождя. Или когда вот тут вот мой огород, вот тут вот пусть идет дождь, а вот тут вот, где я не хочу, вот чтобы не было дождя. Это красота. Вот роса пусть будет на шерсти, а нигде не будет. А потом пусть будет везде роса, а на шерсти пусть не будет. Помните молитву этого, да, молодого человека, Гедеона. Но здесь Господь идет нам навстречу. Он понимает наше желание. Он где-то может быть в таких ситуациях жизненных, когда мы говорим, Господи, покажи, и просим в молитве, чтобы Господь показал. Господь идет навстречу нашему неверию, где-то поддерживает нас, подталкивает и говорит, на тебе росу, вот тут пусть она будет вот только тут. И пойми, что этого я хочу от тебя. Иди смело, не тревожься. Хорошо, если мы так воспринимаем, а не становится это таким нормой нашей жизни. И как только вдруг не так, и наш внутренний человек сразу бух и потерпел кораблекрушение в вере. Почему? Потому что помолился, и Бог не ответил. Ну как такое может быть? Я же привык до сих пор, что Бог идет. А ты же расти должен. Ты же должен крепко стоять на ногах. Ты должен уже твердую пищу кушать и должен понимать, что происходит в жизни. Что может быть так, может быть не так. И помнить всегда, что для Бога важнее не твой Мерседес, а для Бога важнее твой внутренний человек. И вот она цель, тебя довести до Царствия Небесного. Вот это главное. Внутренний человек должен преобладать на тем, что становится внутри. Давайте мы посмотрим на нашу жизнь и подумаем над тем, что на самом деле влияет на нас. Что на самом деле, вот когда мы молимся, о чем мы думаем. У меня есть какая-то проблема, я молюсь, и Бог вот каким-то образом вот медлит и не отвечает мне. Другой человек, у него точно такая же проблема, он помолился, у него все проблемы решены. И что я думаю? Начинаю обижаться на Бога, начинаю искать какие-то, вот что я делаю не так или какой ход моих мыслей. Сегодня уже появился ролик на нашем канале «Свет в нет». Ролик очередной, вы знаете, мы каждую субботу, в ночь субботы, на воскресенье, выпускаем эти ролики. И сегодня рассказ молодого человека Никиты, который свидетельствует о своей жизни, когда он однажды нырнул с пирса для того, чтобы красиво сфотографироваться. Вы посмотрите этот ролик, узнаете эту историю подробнее. Суть в том, что он сломал себе позвоночник, когда прыгнул. И впоследствии Бог настолько проявил свою милость к нему, что сейчас он молодой, здоровый человек, который учится, ходит, разговаривает, бегает, у него полноценная жизнь. А сколько есть людей таких, которые попали в точно такую же ситуацию, и Бог отвечает им по-другому? Сколько есть таких людей, которые болеют раком, молятся Богу, и Бог исцеляет, а других не исцеляет? И ответ совершенно другой. И как мы реагируем? О чем мы молимся? И какими словами наполнены наши молитвы? Пусть Бог благословит каждого из нас, дорогие друзья, христиане, чтобы мы правильно молились и говоря слова молитвы, чтобы мы слушали и слышали сами себя. И вот этот текст Священного Писания, когда до человека вошли в храм помолиться, эти два сравнения, не очень сильно говорят мне о том, что я должен в первую очередь, о чем я должен думать и что я должен делать. А думать и делать я должен о своем внутреннем человеке. Господи, прости меня грешного. И этот человек пошел в дом свой оправданным. Да благословит нас Господь, чтобы наши слова, наши мысли, наши поступки, чтобы все это было в гармонии с тем, чего хочет Бог. И чтобы мы пошли в дом свой, оправданными. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова